Сложно представить себе современный мир без камеры, фото или видео. Один щельчок и вот уже памятное событие сохранено в веках. А ведь пришествие фотографий на Нижегородскую землю произошло сравнительно недавно, 170 лет назад. В 1843 году на Нижегородской ярмарке появились первые столичные дагеротиписты. Это дагеротиписты, были фотографы, которые так назывались, делая фотографии на металле. Чуть позже нижегородским фотографам выдали разрешение на открытие своих фотоателье. И одним из первых был Максим Петрович Дмитриев. И вот уже более века мы можем удивляться жизни того времени по его фотолетописям. Наследие Дмитриева огромно, поэтому часть экспозиции составили ранее никогда не выставлявшиеся снимки. Директор Русского музея фотографий Вера Тарасова рассказывает и про выставку по соседству. Современника Максима Петровича, известного коллекционера и издателя Василия Ивановича Бреева. Он издавал как открытки по снимкам, по негативам, допустим, Максима Петровича Дмитриева, Андрея Осиповича Карелина. И в том числе по своим тоже негативам. Поэтому Бреева можно встретить и Дмитриева. Они так пересекаются очень плотно. Василий Иванович выпускал целые серии черно-белых и цветных почтовых карточек. Некоторые из них из частной коллекции Леонида Крайного-Рытого. Ему принадлежит одно из самых больших собраний открыток Бреева. Фотография документов и открытка документов. Но открытка документов, которые колесили по миру, на ней штампы. Это самое посылали, писали письма. Люблю целую Христос воскрес, Новый год, доехали хорошо, счастливо. Это кусок жизни России. За разглядыванием этих фотографий можно забыть о времени настоящем. И Бреев и Дмитриев были достойными листописцами своей эпохи. Сотрудники музея говорят, что далеко не все их работы увидел зритель. И фонды музея будут понемногу открывать свои архивы. Мария Ульянова, Сергей Таиров, Объективно, ННТВ.